Ну, я, собственно, действительно частично, повторю, частично продолжу то, что говорил Андрей Александрович. Но это уже было сказано, что, в принципе, к вычислительному анализу эпигенетики относится глядение на модификации гистонов и современный, в основном, самый часто применяемый метод ЧПСЕК, исследование метилирования ДНК путем бисульфитного секвенирования. Это я сейчас расскажу, что такое... А, нет, Андрей, вы уже рассказывали. Ну, ладно, всё равно расскажу. И определение состояния хроматина, которое измеряется путем доступности для ДНК, измерения доступности для ДНК за один. Идеологически это довольно просто всё. Это хорошая, тяжёлая экспериментальная техника, но идеи все довольно простые. Бисульфитное секвенирование состоит в том, что вы получаете одноцепочечную ДНК, обрабатываете её бисульфитом, при этом цитозины превращаются в урацилы и секвенаторами воспринимаются как Т, а метилированные цитозины так и остаются метилированными цитозинами и считаются по-прежнему как С. И теперь мы берём два образца, один обработанный бисульфитом, другой нет, секвенируем. И там, где у нас есть разногласия между этими образцами, мы понимаем, что там на самом деле был цитозин. А там, где последовательностей этих образцов оба говорят про цитозин, мы понимаем, что он на самом деле был непростой, а метилированный. Соответственно, метод секвенирования после обработки первой ДНК за и он тоже совсем простой. Значит мы, опять идеологически простой. Не пытайтесь повторять это у себя дома. Вы берёте образец, обрабатываете ДНК за и секвенируете, картируете фрагменты на геном и смотрите, где эти фрагменты любят начинаться. Это означает, что эти места были доступны и в этих местах ДНК часто порезывают. Про метилирование, ну вот опять-таки Александр говорил про всякую консервативность паттерна метилирования. Это довольно красивая работа, потому что тут сравнивался эпигеном современного человека и двух древних людей, неандертальца и денисовца. И идея была примерно такая же, что при деградации ДНК в древних образцах простые цитозийно-метилированные и цитозийно-метилированные идут по-разному. И соответственно, это в каком-то смысле аналогично вот этому самому бисульфитному обработке бисульфитом. Ну и соответственно, вы можете поэтому нарисовать паттерн метилирования, вот опять, вы когда секвенируете, а потом, значит, картируете то, что получилось на геномную последовательность, то вы видите, что в разных позициях доля метилированных и неметилированных цитозинов разная. Ну и соответственно, оцениваете вот уровень метилирования в каждой конкретной позиции, а потом как-то усредняете вдоль генома. И здесь нарисовано вот, что это неандерталец, значит, это паттерн метилирования, и это денисовец, но тоже, в общем, еще один древний человек, тоже паттерн метилирования. А вот эти две линейки, которые на самом деле одинаковые, просто они повторены, чтобы сравнивать было проще, это паттерн метилирования в остеобластах современных людей, да, то есть в клетках той же самой костной ткани. И наблюдение стоит в том, что корреляция довольно хорошая, то есть действительно у неандертальца геном в костях был метилирован примерно так же, как у нас, там различия между неандертальцем и кроманьонцем не превышают различия между двумя конкретными людьми. Но есть всякие красивые примеры, когда вот есть гены, которые метилированы по-разному у неандертальцев современных людей, и они, в частности, связаны с развитием скелета, а антропологи нас учат, что действительно скелет неандертальцев и скелет кроманьонцев был разный, собственно, поэтому мы их умеем костные остатки отличать. Есть на самом деле, вот я сказал, что есть метод DNSSEC, который самый, по-видимому, сейчас широко применяемый. Есть на самом деле немножко разные другие методы, которые, в общем, идеологически похожи. Вы можете вместо того, чтобы секвенировать, вы можете эти фрагменты определять гибридизацией на чипе, и это использовали более-менее интенсивно, когда секвенирование было относительно дорогим. А можете совсем тонко проверять путем количества ПЦР, но эта картинка там из какой-то методической статьи показывает, что на самом деле большой разницы нет, в общем, методы дают более-менее воспроизводимый результат, все хорошо. А теперь, что с этим можно делать? Ну, например, можно сделать вот что. Опять уже много говорилось про то, что разные эпигенетические марки по-разному связаны с разными функциональными участками. Давайте связывать не просто с функциональными участками, скажем, не просто с промоутерами, а конкретно с стартами генов, с участками старта транскрипции. И идея вот какая. Значит, что здесь сделано? Здесь взяты пики. Вот давайте я еще раз прошу прощения, мне на самом деле картинка нужна еще вот зачем. Значит, что является результатом первоначального анализа? Мы взяли вот что означают эти профили? Давайте эти тут виднее. Они начнут следующие. Мы взяли много-много, да, значит, мы взяли ДНК, обработали ДНК-зэй, получили фрагменты малой длины, выделили фракцию фрагментов малой длины, секвенировали и откартировали на геном. И вот эти профили, это просто вот над каждой позицией висит количество фрагментов, прочитанных, откартированных на это место. Вы в этом курсе подобную сорту картинки по другим поводам вполне могли тоже видеть много раз. Дальше есть, значит, это как бы пока что процедура экспериментальная, и вычтительная часть здесь компьютерно очень трудоемкая, то есть компьютер долго занимается этим картированием. Там есть содержательная проблема, связанная с повторами, Андрей Александрович ее упоминал. Но, в принципе, это вещь техническая. А дальше есть некоторая содержательная вещь, потому что мы хотим, во-первых, определить, что здесь шум, а что сигнал. Тут какой-то вот уровень сигнала есть почти всюду, и это, по-видимому, ерунда. Хочется иметь большие, высокие, красивые пики или плато. Первое, это определить, что является пиком, а второе, определить его позицию. И в этом месте имеется, в каждой статье существенный произвол. Полезно понимать, что определение, скажем, пика, это не биологическая вещь, не биологическая сущность, а вычислительная. И в зависимости от того, как вы пики будете определять, вообще говоря, результаты могут получаться разными, а в хороших статьях используют разные определения и показывают, что те выводы, содержательные, которые делаются, от этих определений не сильно зависят. Если этого не сделано, то статья плоха. Ее читать не надо. Вот. Ну, соответственно, вот эти пики определяются. Значит, есть какие-то более или менее традиционные подходы, это уже техническая вещь. Но после того, как пики определены, давайте мы возьмем все эти пики, выровняем все эти пики, поставим их все в точку 0, а потом посмотрим, как относительно этих пиков расположены всякие другие, лан-масс, как это называют, примечательные места в геноме. Ну, например, как расположены старты транскрипции относительно этих пиков. Ну, вот как они расположены. Вот, значит, если мы возьмем, Айпчар, все пики, значит, первые, значит, вот в эксперименте по расщеплению первой ДНК, и поставим их в 0, то старты транскрипции, расположение, среднее расположение стартов транскрипции, показано вот на этих графиках, значит, старты транскрипции будут чуть-чуть смещены вправее, и при этом молчащие гены будут иметь наименьшее количество стартов транскрипции, но на то они и молчащие. Соответственно, это на самом деле надо понимать наоборот, что вблизи молчащих генов меньше пиков ДНК. И дальше, чем выше уровень экспрессии, тем пик более высокий. Вот на самом деле имеется некоторый парадокс вот в этом месте, когда высокоэкспрессирующиеся гены все-таки имеют меньшее количество стартов транскрипции, чем среднеэкспрессирующиеся гены. Тут можно строить всякие гипотезы, почему так получается, но это, наверное, уже к превышению уровня точности. Можно посмотреть места связывания второй полимеразы, основной ДНК, РНК полимеразы и окриот. Ну и видно, что она тоже вот любит быть, она не любит быть в самом пике, она любит быть либо чуть левее, либо непосредственно стартить транскрипцию. А это на самом деле не любая РНК полимераза, вторая полимераза, по-видимому, та, которая инициирует. Это вот тот самый CTCF, инсуляторный белок, который тоже упоминался, он как раз любит быть левее ДНК основного пика, то есть инсулятор, ну, собственно, из его логики отследует, что инсулятор не должен разделять промотор и генда, вот. И это сразу все вместе, это куча разных, опять-таки уже упомянутых, гистоновых меток, вот видно, что в самой точке пика гистоновых меток мало, на самом деле понятно почему, да, если бы ДНК, если бы на этом месте сидел гистон, но не гистон, более точно, нуклеосома, который из гистонов состоит, то она бы экранировала этот участок от первой ДНК, и никакого пика там бы не было, поэтому вот сами пики гистонами объединены, нуклеосомами объединены, и стало быть гистонами объединены, и стало быть модифицированными гистонами тоже объединены, а слева и справа их много, причем вот эти вот упоминавшиеся активные марки, они как раз вот интенсивно в окрестности ДНК разных сайтов сидят, а я потом еще немножко к этому вернусь. Это тоже картинка, которая уже была в какой-то форме показана, кажется, из другой статьи, но в общем это не важно, когда действительно сделана попытка интеграции всех этих данных. Только я тут немножко поправлю, значит, Андрея Александровича, поправлю, да. Там постановка задачи была другая. Вот так как вам было сказано, было сказано так, давайте возьмем функциональные состояния хроматина и найдем такие комбинации признаков, которые этим функциональным состоянием соответствуют. На самом деле, вот методически было сделано немножко по-другому. Сначала нашли участки генома, то есть разбили геном на участки из нескольких классов, так что в один класс попали участки с похожими состояниями хроматина, а уже после этого этим классам приписали функциональную нагрузку. Да, то есть сказали, что давайте считать, что у нас есть, ну, как в этой статье, 50 разных классов, 51 разный класс хроматина, каждый характеризующийся своим набором меток. Дальше при помощи этих самых скрытых маркетинговых моделей эти классы построили и геном на эти классы сегментировали. Тут, собственно, показано, от чего эти классы... Да, а потом сказали, бухты, смотрите, как здорово. А вот у нас есть классы, которые вполне поддаются разумной функциональной интерпретации. Здесь вот детальная функциональная интерпретация, а здесь какие-то общие, ну, чуть-чуть более общие такие, ну, функциональные категории, да. Это промоторные состояния, области, которые транскрибируются, активный межгенный хроматин, репрессированный хроматин и повторы. А это, соответственно, разные хроматиновые марки, но не обязательно хроматиновые, потому что здесь же живет, например, CTCF, то есть гистоновые, прошу прощения, не обязательно гистоновые, потому что здесь же живет CTCF, который не гистон, или здесь же живет, там, полимераза 2. а интенсивность сигнала значит показывает насколько это состава данное состояние по строке зависит насколько в него но вносит вклад то или на этом гистоновая марка или хроматиновое состояние там на самом деле да вот как это выглядит если мы это теперь картируем непосредственно на геном значит здесь слева направо идут позиции в геноме вот это это как бы сырые данные это профили а полученные картированием этих самых эпигеномных данных полученных из секвенирования на геном а цветные полосочки это то где программа стандартным образом сказала что вот здесь имеется пик значит этого тут ген как бы внешнее знание да мы знаем что здесь ген вот а это как себя ведут хроматиновое состояние вот видно что вначале гена действительно там проходит смена промоторных состояний потом какие-то вариации значит о состоянии связанных с транскрипцией причем тут действительно забавная история что ну во первых есть отдельно тут это не очень хорошо видно это картинка есть отдельные зоны и трон и состояние а про эти состояния характерные для 5-4 концов генов и 3-4 концов генов вблизи гена хроматин тоже активен то есть там сидят какие-то регуляторные по-видимому мотивы а чуть дальше это уже репрессированное состояние такая ну не то чтобы это это такая прототипическая картинка да она там хорошо ли я поздравляю что автор ее взяли прошла хорошо иллюстрирует вот основные идеи действительности если возьмете произвольный ген то такого вот красивого перехода биологически осмысленного там не вся не будут так хороши вот но должно ну хотелось бы чтобы всегда получалось то состояние не обязательно должно быть много потому что те же самые авторы через некоторое время решили что 51 состояние это немножко перебор и довольно сильно ужали свою модель до 15 состояний практически не потерявшего качестве описания опять качество описания в данном контексте в этом контексте это сад это то насколько хорошо наши вот формально построенные классы соотносятся с реальными биологически понятными описаниями существенно здесь то что опять про это уже говорилось что такого сорта данные получены для разных клеточных линий и мы можем сравнивать генетические состояния хроматина в разных клеточных линиях для этого и было затеяно да да чтобы интегрировать большое количество сырых данных некоторое ну глазом понимаемая описание терминах небольшого числа состояний ну вот например есть чудесный ген который в каких-то клеточных линиях работает а тут основном как активные состояния там про моторные и транскрибируемые а в других клеточных линиях он наоборот подавлен ну а это те же самые сырые данные для этих клеточных линиях для этих клеточных линий тут он активен тут он тоже значит этот ген активен здесь он полностью репрессирован а здесь но то самое что говорилось он так готов к тому чтобы экспрессии транскрибироваться но еще не транскрибируется но промотор уже знает что скоро придется работать вот ну можно искать когда мы говорим активный хроматин то активно межгенный хроматин то это области сгущения сайтов связывания факторов транскрипции и вот здесь тоже такая же картинка здесь есть участки активного хроматина либо между генами либо в интронах а это данные чипсека для факторов транскрипции и вот видно что там где по гистоном вот по такой интегральной картинке модификации гистонов хроматин находится в активном состоянии эти участки действительно очень обогащены сайтами связывания факторов транскрипции это как бы тоже экспериментальные данные такие же массовые но полученные в совсем другом эксперименте и есть опять уже упоминавшийся проектом код эта статья была опубликована уже некоторое время назад часа вот когда был чемпионат мира по футболу предыдущий кто помнит это просто мемоническое правило как запомнить когда была опубликована им кодовская статья потому что известно что я был сразу нет кстати это был сразу а 33 статьи опубликованы вот на одной неделе а фишка состояла в том что они ждали пока закончится чемпионат мира по футболу потому что они хотели чтобы про них написали во всех газетах а пока чемпионат мира 1 никаких газет ничего не напишут поэтому они специально несколько недель они специально там сколько-то недель ждали до покажу когда закончится а потом значит закончился как там все отгремела и тут вот ученые открыли британские не только британские значит вот ученые были в основном американские как раз они британские а еще кроме того испанцы и японцы и люди сингапура главный там впрочем был действительно вот этот британский ученый это было там больше 30 институтов там примерно по 5 под пять сотен человек в этих статьях участвовал почему опять когда пять сотен это пять сотен исследователей а там не считая там техников лаборантов и всех прочих есть вот на странице нынче я прошу прощения за качество скриншота да значит есть такое понятие threads значит все эти статьи они организованы тематически они там про разные аспекты этого проекта а кроме того они разрезаны на отдельные разделы и в зависимости от того чем именно вы интересуетесь вы можете увидеть такой дайджест значит вот набор вырезок из разных статей относящихся к вашей теме я сейчас покажу это дальше было как раз про этот самый пресс-релиз дальше был некоторый анекдот а потому что они написали что 80 процентов генома тот нет никакого значит мусорного генома 80 процентов геном что-то делают и тут было очень активно чего-то делаю тут было такое очень формальное определение участка генома который что-то активно делает это был участок генома который хотя бы в одном из этих эксперимент показал хоть какой-нибудь пик вот уже считалось что он не мусорный а каким-то образом важный и был колоссальный вот это все значит что вот геном наш активен и никакого мусорного генома нет значит это какие-то заголовки из кучи научных журналов да этот новостные статьи в нью-йорк таймс там или не пусамольской правде а значит действительно в научных журналов их матов этого довольно сильно ругали за вранье а более точно не за то что прямое вранье потому что формальный ответ такой значит все зависит от того что означает что вот какой смысл вы вкладываете активно активно делает а их ругали за содержательные натяжки потому что ну как бы биохимическая функция еще не означает функции биологической да есть какой-то участок генома транскрибируются на каком низком уровне то что не очевидно что транскрипция реально биологически для чего-то нужно она вполне может быть какой-то фоновый или например там транскрипция которая нужна для того что какой-то участок хроматина держать открытым но тоже в общем тут немножко слишком сильное утверждение говорить что это есть актив действительно какая-то содержательная активная функция на самом деле самая злобная значит реакция вот на это было опубликовано дэном грауэром в журнале ух молекул биологи инвалюшн по моему я не помню как в котором главный редактор не помню как у меня хорошем журнале вот он очень сильно разругал вот вот этот overstatement я не знаю как по-русски сказать вот сказал что ну вот если бы она была функционально важна она была бы консервативная раз она не консервативна то мало ли какой там шум происходит и решающий который он сказал который довольно красивый но что очень хорошо согласно вашему определению не 80 процентов генома что-то активно делает а 100 потому что весь геном реплицируются вашего так значит значит такое формальное определение активной деятельности как то что с этим участком связан хоть какой-нибудь процесс вот вашей же логике значит вы просто ничего не сказали да потому что если вы а есть точно так же это есть там карты скажем того является ли участок в реплицирующимся рано или поздно в ходе клеточного цикла там реплицируется ли этот участок следирующий или запаздывающий в общем то есть куча действительно в какую сторону репликативная вилка идет начались куча действительно и соответственно является ли этот участок вот при репликации лидирующим или запаздывающим есть куча значит данных по репликации тоже есть точно такие же дорожки в проекте n-код или там в браузере санта-крузовском человеческом вот и в общем на этом на самом деле они признали потому что да они немножечко перехватили с рекламой но тем не менее большая содержательная частью этого проекта есть вот это эти самые наборы вырезок да вот например есть вырезка значит приложение машинного обучения к геномике и вам просто из всех статей нарежут где где значит есть приложение машинного обучения к геноме пишена независимо от того таскать про что эта статья это может быть статья про там сайте связывание факторов транскрипция может быть статья про то же самого сегментирования генома на разные функциональные состояния хроматина. Экспериментов там очень много разных сделано. В основном это эксперименты по метилированию ДНК, по состоянию хроматина и по модификациям гистонов. Есть еще куча всего другого. В частности, есть то, что связано с репликацией, относительное время репликации для данного участка, картирование стартов транскрипции, картирование сайтов связывания факторов транскрипции, но тоже методом чипсек. То есть, разница в том, какие антитела вы делаете, антитела к факторам транскрипции или антитела к модифицированным гистоном. Куча данных про пространственную структуру хроматина, положение нуклеосом и всякое прочее. На самом деле, опять-таки, я специально даже не стал про это говорить, но они исследовали много клеточных линий, и они сделали много экспериментов. Но реальность такова, что есть всего несколько клеточных линий, на которых сделано много экспериментов, и всего несколько экспериментов, которые сделаны на многих клеточных линиях. Это не то, чтобы матрица была заполнена полностью. На самом деле очень много экспериментов сделано на первых, скажем, шести клеточных линиях. К562 и GM, то, что написано, на них больше всего по историческим причинам. А в основном, в общем, на самом деле для клеточных линий экспериментов сделано мало, а в основном это просто перскриптомика, то есть смотрели уровень экспрессии Герн. Да, ну вот как это выглядит. Вот это вот разные эксперименты, это разные клеточные линии очень плотно упакованы, на самом деле каждая строчка это отдельная клеточная линия. А полосочка, значит, проведена, если в этой клеточной линии проделан вот этот эксперимент, а яркость полосочки зависит от того, сколько раз этот эксперимент проделан, потому что они особенно на ранних стадиях валидировали экспериментальные техники, делая одно и то же в нескольких лабораториях, потом сравнивая результат. Вообще, на самом деле, утверждается, что эти люди довольно много, вот участники проекта INCODE довольно много времени потратили на составление таких универсальных протоколов, в которых разные лаборатории работали, и, в частности, на унификацию учислительных протоколов. Я вот говорил, например, что когда у вас есть вот эти профили покрытия, то профиль еще вещь более-менее объективная, а вот что считать пиком, это уже зависит от программы, которая это делает, и вот специально, действительно, они вырабатывали специальные протоколы, чтобы это было воспроизводимо, и чтобы результаты из разных лабораторий можно было использовать в одном учительном анализе. Не то, чтобы это у них безумно хорошо, но, на самом деле, по-видимому, это все-таки наиболее чистый результат такого сорта, вот такого глобального проекта. В отличие от проекта геном человека, где тоже, на самом деле, была масса глупостей, но, в конечном счете, геном человека – это дискретный объект, там есть буквы. Она может быть прочитана с ошибкой, но это другое, но, так сказать, есть буквы, есть сборка, да, это там дискретный объект. А когда у вас, скажем, статус метилирования, вот, когда эта позиция в 50% клеток метилирована, а в другой 50% не метилирована, это как считать, она метилирована или нет? Ответ зависит от вашего определения. Вот. Есть, на самом деле, опять, вот если заниматься учительным анализом этих данных, то очень полезно проверять источники экспериментальных данных, потому что довольно часто бывает, что данные кластеризуются не какой-то содержательной биологии, а потому из какой лаборатории они пришли. То есть, если вы такое видите, то означает, что с этими данными надо работать очень осторожно, не стоит сопоставлять данные из разных лабораторий, а можно смотреть только внутри лаборатории и так далее. С транскриптомикой, кстати, то же самое. Но это вот лучший эксперимент и лучшие клеточные линии. Но, как я уже говорил, больше всего чипсеков, доступности для первой ДНК, ну и где-то есть, да, и, соответственно, ИРНКовое секвенирование, определение стартов транскрипции, это опять покрытие экзонами, ну то есть тоже фактически транскриптомика просто немножко по-другому сделанная и так далее. Вот. А это как бы хорошие клетки, для которых много чего, как подтверждается, много чего сделал. Что у них получилось? Получилось, что примерно 75 процентов генома покрыты первичными транскриптами. Суммарно, вот если возьмете произвольный нуклеотид в геноме, то с вероятностью три четвера те хоть где-нибудь из клеточных линий он будет лежать внутри транскрипируемого участка. Чуть меньше покрыты не просто транскриптами, а процессированными транскриптами, то есть еще и сплассированными. Если взять одну клетку, то в ней в среднем транскрибируется примерно 40 процентов генома и примерно 20 процентов транскрибируется с последующим процессингом. Ну там нашли кучу новых изоформ, это уже на самом деле история довольно древняя, поэтому бог с ней. Нашли кучу, ну, лучше определили действительно, и это очень существенная вещь, потому что они существенно улучшили просто генную карту последовательности транскриптов и то, как они сплассируются. Нашли кучу новых не кодирующих РНК, вот сделали экспрессию в разных клетках, это все в общем такие довольно технические вещи, бог с ними. Про факторы транскрипции вам Иван Кулаковский рассказывал, я не буду это повторять, но в общем много он нашел, нашли факторов транскрипции. Я может быть немножко поговорю про, а я не знаю, Ваня про это рассказывал или нет, но если рассказывал, то я просто повторю, а если нет, то расскажу в первый раз. Про взаимодействие как раз факторов транскрипции с ДНК, то есть экспериментов по определению сайтов посадки факторов транскрипции, методом чипсек, с анализом открытости доступности для первой ДНК. Но что-то на самом деле вещи довольно красивые и их полезно послушать либо первый раз, либо во второй. А идея здесь вот какая, что когда фактор транскрипции связывается со своим сайтом, то он вообще говоря защищает его от первой ДНК. Поэтому это место будет выглядеть как провал на фоне ну какого-то среднего уровня доступности. Поэтому если вы возьмете все пики доступности для первой ДНК, то их можно загрузить в большой-большой мясорубку, который будет смотреть нет ли там общих мотивов в ДНК. Ясно, что одного общего мотива не будет, потому что это могут быть самые разные факторы транскрипции, которые ДНК защитили. Ну вот там можно смотреть кластер, вот нет ли там каких-нибудь особо любимых олигонуклеотидов. И оказывается, что да, что можно найти довольно много новых мотивов. Вот здесь пример просто абсолютно нового мотива, неизвестно для какого фактора транскрипции. Но что известно? Известно, что есть такой мотив, что в окрестности этого мотива имеется провал доступности для первой ДНК. А кроме того, вот эта картинка синяя, это консервативность появления этого мотива в геноме. И оказывается, что вот эти мотивы, когда они попадают еще к тому же в участок, кронированный от ДНК, довольно хорошо консервативны в геномах других млекопитающих. Ну, скорее всего-таки, да, есть какой-то фактор транскрипции, который с этим мотивом связывается. А есть тут вот куча других примеров. Для известных примеров они нашли, что мотивы могут чуть-чуть варьироваться. Там, например, может расстояние между двумя фрагментами этого мотива быть немножко вариабельным. Что, может быть, мы считали, что мотив коротенький, а на самом деле он длиннее. Тут всегда не очень понятно, что это означает, что то ли действительно мотив длиннее, то ли есть какой-то белок, который кооперативно взаимодействует. То ли это как бы два мотива для двух белков, которые кооперативно с ДНК связываются. Вы лучше меня спросите, потому что если вам непонятно, с большой вероятностью никому непонятно, тогда я говорю впустую. Чего? Спросите. Еще раз. А, ДНК зарежет ДНК. Да, я прошу прощения, но вот никогда не знаешь. Вот. И вот это красивые картинки. Ваня Кулаковский вам показывал такие картинки, нет? Тогда хорошо. Значит, картинка вот какая. Как выглядит, опять-таки, вот такой нормальный участок связывания фактор транскрипции с точки зрения доступности для ДНК? Здесь нарисовано вот что. Значит, синенькая – это профиль доступности для ДНК, а черненькая – это профиль чипсековский. Значит, когда мы… Ну, про чипсек рассказывал. Вот. Значит, да, значит, вот профиль чипсековский для некоторого конкретного фактора транскрипции. Теперь давайте на эту картинку посмотрим с большим разрешением. Она станет вот такой. То есть, вот этот вот профиль транскрипции, он, конечно, имеет, открытость имеет пик, потому что фактор транскрипции связывается в доступном регионе, в области открытого хроматина. Он не может связываться там, где хроматин плотно упакован. Поэтому, вообще говоря, пик связывания фактора транскрипции соответствует пику открытости для ДНК. Но не совсем, потому что здесь внутри имеется такой сильный провал. Да, вот тут была шкала 200 пар нуклеотидов, а здесь шкала 20 пар нуклеотидов. То есть, вот в середине этого пика, на самом деле, имеется провальчик. Если мы этот провал посмотрим, то мы видим, во-первых, что последовательность в самом этом провале опять-таки консервативно. Да, тут имеется пик в... Да, у меня сдох мой, значит, зеленый цвет, небесный. Вот, я тогда буду палкой показывать. Вот, значит, имеется пик консервативности. И, на самом деле, даже видно, что тут есть некоторый мотив, а именно мотив связывания вот этого самого НРФ1. Пока что все очень хорошо. Теперь давайте сделаем вот что. давайте мы возьмем все, наоборот, все пики чипсековские. И упорядочим их по доступности для ДНК. То есть, мы берем все пики чипсека для этого фактора, а потом смотрим для этих, значит, пики определяем просто формально, вот по какому-то формальному правилу, что считать пиков. А потом для всех этих пиков берем профили доступности для первой ДНК. И упорядочиваем эти профили, ну, по высоте пика или там по площади под пиком, по любой величине. И здесь это и нарисовано. Здесь, да, и оцентруем все это по мотиву. Поскольку там мотив есть, то мы можем выровнять всегда это по известному мотиву. И это здесь сделано, значит, тут каждая строчка, это вот один такой профиль открытости для ДНК. Соответственно, яркий цвет означает, что чем чернее, тем менее доступно. Да? То есть, вот эта черная полоса совсем экранированного ДНК соответствует вот этому провалу. Вот эта серая полоска какой-то доступности соответствует доступности вот рядом с этим провалом, непосредственно рядом с сайтом связывания. И тут имеются еще две чудесные беленькие полосочки тех мест, которые, наоборот, очень хорошо открыты для ДНК. Вот вы сейчас пока про них запомните, я на следующей картинке покажу, что это такое. А пока что вот это, значит, это те же самые сайты, упорядоченные так же, как на первом графике, только теперь здесь показана консервативность. Ну и вот видно, что там действительно там, где есть пик и там, где есть мотив, там все очень консервативно. И более того, чем ярче пик, чем более высокий пик доступности для ДНК, тем сильнее консервативен этот сайт. То есть, действительно, в головке этого списка, по-видимому, лежат правильные сайты. Ну а дальше уже начинается какой-то шум. Так вот, да, откуда берется, это правда другой, я прошу прощения, это картинка для другого фактора, но она точно такая же. Опять имеется некоторый фон относительно открытый, закрытый провал и две, наоборот, таких очень открытых участков. Это берется вот откуда, когда фактор связывается с ДНК, он ее немножко сгибает. А, причем сгибает в конкретных местах. И вот эти места сразу становятся доступны для ДНК-азы. И вот он, профиль доступности для ДНК-азы, он здесь и нарисован. Значит, все закрыто, а вот два места, где, это просто структура, а вот два места, где структура ДНК нарушена, там, наоборот, открыто для ДНК-азы. И правые картинки для нескольких разных факторов, опять-таки комбинированные картинки доступности для ДНК-азы, это синяя. Та же самая картинка, провал и какие-то сломанные участки. А красная, которая, наоборот, антикоррелирует с этим, это уровень консервативности в млекопитающих. Вот. То же самое можно делать, только теперь сравнивать это не с сайтами посадки факторов транскрипции, а с сайтами посадки РНК-полимеразы, то есть промоутерами. И картинка вот какая, опять, значит, эта картинка отцентрована по пикам в профилях доступности для первой ДНК-азы. Значит, вот есть 50 нуклеотидов, которые очень хорошо защищены. Сейчас, нет, я пытаюсь глупость сказать. Да, нет, я даже еще не просто пытаюсь глупость сказать, а я ее уже сказал. Значит, мы берем, да, сказал глупость. Значит, то сделано вот что. Тут взяты разные профили доступности для ДНК-азы 1 вот в районе промоутеров, и выровнены они просто так, чтобы профили наилучшим образом совпадали. И вот консенсусный профиль, тем самым, он здесь показан синим. Значит, ну какой-то фоновый уровень, потом ДНК открыто, потом заэкранировано, потом опять открыто, ну и опять это спускается на фоновый уровень. Консервативность себя ведет там строго в противофазе с этой картинкой. Вот, и этот экранированный участок, это вот то, где сидит инициирующая полимераза. Соответственно, та же самая картинка, только теперь на нее положены опять, вот взято вот это выравнивание профилей доступности для первой ДНК-азы, а после этого, по этому выравниванию усреднены, значит, профили, показывающие частоту 5-4 концов РНК двумя разными способами. Кейдж – это такой точный способ картирования стартов транскрипции. И ИСТ – это не точный способ картирования стартов транскрипции, это просто куда дочиталось вот при случайном чтении транскриптов. Полезно понимать, что, скорее всего, здесь перепутаны обозначения на этой картинке, потому что точный метод должен давать пик, а неточный метод должен давать что-то размазанное, потому что часть ИСТ, вот этих фрагментов, прочитанных фрагментов МРНК, ясно, что они до левого конца могут не доходить. И вот в зеленом мы видим как раз те, которые не доходят до 5-4 конца транскрипта, а вот точные концы, 5-4 конца транскрипта, они показаны пиком. Тут экспериментальные техники перепутаны на подписи к этой картинке, ничего не поделаешь. Вот, это теперь уже, да, это то же самое, только показывает, что эти профили могут отличаться в разных тканях. Вот, например, здесь. Действительно, вообще говоря, открытый участок хроматина, кое-кде он разными факторами заэкранирован. Вот есть, например, фактор, который в каких-то клетках этот участок не занят этим фактором, а в других клетках этот участок занят. И все получается очень хорошо, потому что отличаются от других, как раз нейроны отличаются от иммунных клеток, от лимфоцитов B и T и от гепатоцитов. И это, действительно, репрессор, который связан во всех тканях, кроме нейронов, а подавляет экспрессию соответствующего гена. И таки, да, этот ген работает в нейронах и не работает во всех прочих местах. Это, значит, правая картинка, это примерно то же самое. Да, это разные клеточные линии, а это разные мотивы, которые в этих клеточных линиях работают. Соответственно, ткани спецификают мотивы для либо экспериментально известных, вот как здесь, например, да, вот это и вот эти, либо предсказанных факторов транскрипции. Энхансеры, вот что такое энхансеры, вот пусть только Андрей Александрович объяснил. Все знают, что такое энхансеры? Есть ли кто-нибудь, кто не знает, что такое энхансер? А, все, вы на меня посмотрели, проиграли. Вы знаете, что такое энхансер? Не, 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 я не на вас смотрю. Нет, нет, на вас. Да? Ну, это отдаленный ребяток? А, в смысле, белок? Нет, отдаленный от белок. Отдаленный от чего? Ну, в смысле, белок. Ну, да, это участок ДНК, который находится далеко от регулируемого гена, связывается с какими-то факторами транскрипции. Эти факторы транскрипции взаимодействуют с другими факторами транскрипции, которые связались с промотором, а промотор – это регуляторный участок непосредственно перед геном. И вот в совокупности они регулируют работу гена, да, в первом приближении правильно. Ну, соответственно, работающий энхансер, значит, энхансер – это ткани специфичные. Участок ДНК, он в каких-то тканях связывается с факторами транскрипции и работает, а в других тканях не связывается с факторами транскрипции, например, потому что этих факторов там нету, и не работает. Соответственно, где-то этот энхансер будет открыт там, где он в рабочем состоянии, где-то будет закрыт. Так давайте сделаем вот что. Давайте мы возьмем много разных энхансеров. Каждый энхансер у нас по вертикали. Возьмем много разных клеточных линий и посмотрим, нет ли у нас таких групп энхансеров, которые открыты либо закрыты в одних и тех же клеточных линиях. Ну и тогда, наверное, у них будет какая-то общая функция. Ну и вот это здесь theater тоже пример, что вот, например, есть группа энхансеров Это просто профили маленькие. Вот этот участок на хромосоме мы тоже не знаем, на самом деле это энхансер, чего и какие факторы транскрипции с этим энхансером взаимодействует, мы тоже не знаем. Но вот мы знаем, например, что вот этот энхансер и вот этот энхансер себя ведут в общем практически одинаково, в одних и тех же клеточных линиях открыты, а в других и тех же клеточных линиях закрыты. закрыты. Ну а дальше это можно, а другие энхансеры себя ведут по-другому. Вот это себя ведет по-другому. Вот эта группа энхансеров целая. И дальше можно вот пытаться из этого делать. А вот это какие-то замечательные энхансеры, да, они работают очень мало где. Да, вот этот энхансер на самом деле почти что общий, они только в некотором небольшом количестве клеточных линий не работают. А цвета клеточных линий тоже осмыслены, потому что это клетки разного происхождения. Вот. А это, наоборот, такие тканифистические энхансеры, которые работают очень мало где. Ну и опять такого сорта анализ можно делать систематически, а потом пытаться уже в эксперименте какие-то отдельные частности проверять. И, собственно, мораль всей этой истории, что если у вас есть какой-нибудь любимый ген, который вы там изучаете, потому что, не знаю, вам велели, или потому что он вам нравится, или вы хотите человечество счастливее, и вам было божественное откровение, что именно путем изучения этого гена вы его осчастливите, то очень полезно залезть вот в базу данных энкод, и, возможно, даже не только в базу данных, но и в какие-то статьи, и посмотреть вот все, что с этим геном связано. А потом уже проверять в эксперименте какие-то конкретные вещи, а не искать неизвестно чего. Модификации гистонов опять, вот разные модификации гистонов смотрели в разных клеточных линиях. Больше всего смотрели, любимый Андрею Александровичем, три метилирования четвертого лизина третьего гистона, ну и другие гистоны тоже смотрели. Кстати, не только третьего, четвертый гистон тоже вполне смотрели. И не только метилирование смотрели, а смотрели... Тут где-то я цитилирование видел, как сейчас сходу не могу найти. Ну, давайте считать, что вот это цитилирование все равно ни одной буквы не видно, поэтому... Вот. Ну, на самом деле, разницы никакой нет. И можно смотреть... Тут, на самом деле, тоже будет, значит, такой немножко случайный набор примеров. Скорее, так сказать, не для того, чтобы извлечь какое-то биологическое знание, а для того, чтобы показать, какого стиля работы можно с этими данными делать. Ну, например, можно смотреть, как устроена модификация гистонов около сайтов связывания каких-то белков. Но вот все страшно любят белок CTCF. Давайте посмотрим, как устроено три метилирования двадцать седьмого лизина третьего гистона вокруг сайтов связанных по CTCF. Мы берем данные по чипсеку CTCF, выбираем пики, все выравниваем по этим пикам, а потом, значит, для полученного выравнивания усредняем профили модификации вот гистоновой. Оказывается, что если, значит, существенно здесь вот это, да, вот эта картинка, что если пик CTCF высокий, то там действительно имеется какое-то нетривиальное поведение вот этого гистона, он, так сказать, непосредственно в области пика эта модификация провалена, по частям она, по краям она наоборот высокая, ну и в среднем она высокая, а если слабые пики CTCF были, то это, в общем, практически шум, там ничего не происходит. А дальше оказывается, на самом деле эти паттерны, это результат усреднения очень большого количества паттернов, а если их не усреднять все, а разложить на кластеры похожих паттернов, то вот там выделится несколько кластеров, которые будут вполне симметричны, то есть оказывается, что вот эта картинка на самом деле раскладывается на асимметричные профили и этот самый гистон любит модифицироваться, иногда любит модифицировать в каких-то вот ситуациях любит модифицироваться, там, проксимальнее этого сайта связывания, а других дистальнее, а проксимальность и дистальность определяется по отношению к ближайшему гену, да, то есть мы направление на ДНК обычно задаем просто направлением на ближайший ген в таких ситуациях. Ну и дальше, как бы есть некоторая догма, да, вот Андрей Александрович примерно с нее и начал, там, в том или ином смысле, что вот смотрите, как интересно, геномы во всех клетках одинаковые, а клетки все-таки разные. Почему же так? А потому что там разные, работают разные гены, а почему там работают разные гены? Потому что там ДНК находится в разном состоянии, где-то плотно упакована, где-то рыхлая, и, значит, по-разному модифицированы гистоны. И разные факторы транскрипции с этой ДНК связываются, и по-разному работа этих генов регулирует. Значит, если мы верим в эту чудесную картинку, картину мира, картинку мира, я бы даже сказал, карикатуру мира, вот, то давайте тогда предсказывать уровень экспрессии генов по состоянию хроматина. То есть мы верим, что состояние хроматина определяет уровень экспрессии, то давайте мы просто возьмем и это будем предсказывать. И получается довольно хорошо. Удивительным образом, значит, тут нарисовано вот что. Значит, мы определяем уровень экспрессии по экспрессионным данным, и даже более того, не по транскриптовым данным, а по данным Кейдж, это вот результаты точного картирования старта транскрипции. Там, помимо того, что вы картируете старт транскрипции, вы заодно и определяете уровень транскрипции с этого старта, да, вот в этих экспериментах. Значит, у нас будет одна группа экспериментальных данных, таких же тоже массовых, НГС-овских, чудесных. А вторая группа экспериментальных данных у нас будет такая. Мы возьмем гистоновая модификация и придумаем какое-нибудь распознающее правило. Которая, вот в зависимости от наличия конкретных гистоновых модификаций в промоутере гена, будет предсказывать, насколько активно транскрипируется этот ген в этой ткани. Ну, а дальше мы, значит, как всегда, сделаем это безумно аккуратно, потому что мы сейчас свою обучающую выборку разделим на две группы, две части. На одной части будем тренировать наше распознающее правило, а на другой части будем делать экзамен. Но, во всяком случае, мы уговорим рецензентов, что мы так и делали, как мы делали на самом деле, никто не знает. Но, значит, все зажмурившись верят, что было так. И тогда оказывается, что предсказанная экспрессия по этой оси, таки действительно очень хорошо коррелирует с экспрессией померенной. Здесь оси, значит, и там, и там логарифмические. Значит, вот эти вот полоски, это гены, которые, это неусловные полоски, это гены, которые либо мы не нашли, что они транскрипируются в эксперименте, но предсказали, что они транскрипироваться должны, а это, соответственно, гены, про которые бы вы сказали, что транскрипция быть не должна вообще, а все-таки какая-то транскрипция видна. Это как бы тяжелые ошибки, а все остальное это ошибки в уровне. А диагональ соответствует абсолютно точному предсказу. И, значит, каждая точка, это один ген в одной клеточной линии. Ну и вот вроде бы довольно хорошо получилось. На самом деле мы еще заодно имеем дополнительный бонус, потому что, когда мы строили это распознающие правила, мы можем посмотреть, какие модификации это правило смотрит. Какие модификации действительно являются счастливыми для этого предсказания. Это немножко опасная вещь, потому что мы на это много раз сами нарывались тоже, что когда модификации гистонов друг к другу сильно скоррелированы разные. Но если вот есть сколько-то модификаций, характерных для активного хроматина, то они все будут более-менее одной толпой ходить. И в этой ситуации мы не можем на самом деле сказать, что какие-то из этих модификаций более важны, а какие-то менее важны. Ну там какие-то могут быть чуть более шумные, но современные алгоритмы вот таких вот распознаваний образов, вот такие предсказательские. Они все заточены на то, чтобы сделать хорошее предсказание, чтобы научиться хорошо предсказывать, чтобы корреляция была большая, чтобы это облако все жило вдоль диагонали. И вовсе не заточены на то, чтобы выбирать при этом, вот разбираться, какие признаки были важны, какие неважны. А биологам как раз интересно скорее не то, насколько мы хорошо предскажем. Предскажем мы уровень экспрессии с корреляцией 0,9, или мы его предскажем с корреляцией 0,87, но бог с ним, да, все равно ни для какой практической цели мы это использовать не будем. Это фактически просто оценка того, насколько мы хорошо понимаем ситуацию. А вот сказать, что вот лидирующей является вот такая-то модификация, а все остальные под нее подстраиваются, вот это было бы страшно круто. И тут надо опять-таки, если вы встречаетесь с такого рода статьями, то надо просто очень осторожно относиться к интерпретации того, про что там написано. Потому что вот это ранжирование признаков по их вкладу в распознающие правила, это вещь очень опасная, очень неустойчивая. И хорошие авторы это проверяют и сами про это пишут, а плохие авторы шарашат просто то, что у них вылезло из компьютера, особенно не разбираясь, что там случилось. Значит, интересная фишка стоит вот в чем. Что казалось бы, да, как нас учили в школе, что транскрипция определяется факторами транскрипции. Факторы транскрипции связываются с ДНК, в промоутерах, в энхансерах, и, соответственно, от них зависит работа гена. Так вот, оказывается, что предсказание уровня экспрессии по профилям связывания факторов транскрипции, то есть по чептековским данным, оно тоже хорошее, но оно хуже, чем по состояниям гистонов. Вот это, значит, вещь довольно поучительная. Вот, ну вот можно предсказывать, поскольку гистоны по-разному модифицированы в разных функциональных частях, то вы, например, можете предсказывать промоутеры таким способом. Там фишка вот в чем, что... Сейчас я какую-то глупость пытаюсь сказать. Сейчас я попробую ее сказать как следует. Ну, да, нет, тут простая вещь на самом деле. Значит, здесь нарисовано вот, что это мы все, значит, теперь мы все выровняли по стартам транскрипции, и это вот средний сигнал доступности для ДНК за первый, да, что промоутер открыт, но на самом деле здесь, опять-таки, мы знаем, что здесь заэкранировано, но здесь шкала совсем другая, здесь 200 нуклеотидов, здесь 400, да, то есть вот провал должен быть где-то вот в этом районе, да, он тут уже начинается. Вот, то есть вот промоутер открыт, а это доступность, это, прошу прощения, опять-таки триметилирование 4-го лизина 3-го гистона, вот здесь его нету, но здесь на самом деле дело не в том, что здесь нету модификации, здесь вообще этого гистона нету, здесь просто нуклеосомы нет. Вот почему-то авторы всех этих работ, вот эта вещь, которую я совершенно не понимаю, значит, они все время пишут про то, что вот как модифицирован гистон, там сильнее модифицирован, слабее модифицирован, а приводят они при этом сырые данные по-чипсековски по модификации этого гистона. Значит, тут теперь возникает такой схоластический вопрос, считать ли, что гистон не модифицирован, если его в этом месте нет вообще, ну или мало? Да, вот как здесь. Это промотор, он открытый, тут сидит РНК-полимераз живет, значит, никаких нуклеосом тут нету, ни модифицированных, ни не модифицированных. Ну да, у нас получается провал. Но может быть все эти вот несчастные там полторы нуклеосомы, которые здесь застряли, может быть они все модифицированы как одна, потому что тут модификация 100%. Мы не знаем, потому что это ненормированный график. Вот, вот почему-то я не видел ни разу, чтобы люди нормировали свои данные по модификации гистона просто на данные по покрытии соответствующего участка нуклеосомами. По-моему, это большая методическая ошибка, но бог им судья. Вот, ну а дальше, да, вот она пошла первая нуклеосома. Опять, почему здесь пик? А потому что мы знаем, что за промотором сразу идет нуклеосома, за стартом транскрипции сразу идет нуклеосома. Этот пик на самом деле вполне может быть связан не в том, что здесь все модифицировано, просто с тем, что здесь нуклеосом много. В общем, если будете этим заниматься, делайте как следует, а не так, как на этой картинке. Вот. Ну все, дальше какая-то мелкая ерунда, бог с ней уже. Все. Значит, да, нет, это правильно, заканчивать надо на чем-нибудь ругательным. Вот. Ну, значит, да, полезно понимать, что сейчас я рассказал, это последний пик моды пятилетней примерно давности. И с тех пор появилась куча работ по такого же сорта данным, но не для человека, а для модельных организмов, там, для дрозофилов в частности, и для мышки, по-моему. Появилось, соответственно, вы можете сравнивать не только разные ткани человека, но и разных зверюшек. появилось еще сто пятьсот статей, сделанных на энкодовских данных, корреляции там всего со всем. Вот. Значит, если вы, опять-таки, начнете с этим работать, то вы обнаружите, что действительность далеко не так радужна, как на этих чудесных картинках, что данные гораздо более шумные, там, откартировано все так себе, и у вас там год или полтора уйдет просто на прочистку данных, которые, казалось бы, вот они уже лежат в браузере. Но, с другой стороны, это все-таки дает возможность проверять разные красивые биологические соображения. И, ну, вот, если вы думаете, что вы что-то понимаете про биологию, то, или там, у вас есть гипотеза, что что-то должно работать каким-то образом, то, правильно, с большой вероятностью, правильно покрутившим-кодовские данные, вы свою гипотезу сможете разумным образом подтвердить или опровергнуть. Красивые работы, на самом деле, на этих данных тоже люди делают. Индивидуальные клетки, индивидуальные эпигеномы. Да, тут можно сравнивать кучу всего. Тут можно сравнивать индивидуумов, тут можно сравнивать раковые и нераковые ткани. А тут можно сравнивать индивидуальные клетки внутри тканей. И это, на самом деле, тоже очень поучительно, потому что, собственно, Андрей Александрович про это говорил, что то, что мы видим в этих данных, это усреднение по ансамблю. На самом деле, индивидуальные клетки друг от друга очень сильно отличаются. И в этом есть, по-видимому, большой биологический смысл, на самом деле. Это можно, я совсем про это не говорил, это можно сравнивать с данными про пространственную структуру хроматина. Это же все, я все это рассказывал на данных, как будто они линейные, на самом деле хроматин упакован. И вот первое, что приходит в голову посмотреть, нет ли такого, например, что сайты связывания какого-нибудь фактора транскрипции в пространстве любят находиться рядом. или там, что модификации хроматина устроены так, что если вы возьмете весь клеточный хроматин, поделите на воксилы, на маленькие элементы объема, то внутри этих элементов объема все будет однородно, что будут такие вот пространственно, такие большие фокусы, фосаэт по-английски называются, слово фокус в русском языке имеет другой смысл, к сожалению, на самом деле это фокусы, внутри которых ДНК находится в одном и том же функциональном состоянии, независимо от того, от какой хромосомы она в эту пространственную область попала. Очень хочется это проверять, люди пытаются там, на самом деле тут имеются там куча разных методических проблем, связанных просто с тем, как эти данные генерируются, что это там сшивки какие-то, сшивки всего со всеми, сшивки белков с белками в частности, там куча наводок вот именно от белковых сшивок и так далее. Но вот такого сорта вещи, тем не менее, тоже полезно и получительно смотреть. Все. Спасибо, ура!